Проект «Я помню» Интервью с ветераном Великой Отечественной войны Батсунов Григорий Петрович Воспоминания записал и любезно предоставил для публикации на сайте «Я помню» младший сын ветерана Александр Григорьевич. Литературная обработка Николай Чабану. Руководитель проекта и главный редактор Артем Драбкин. Опубликовано 9 мая 2015 года. Часть 2. Окружение. Однажды утром в начале ноября по нашим позициям начался артобстрел. Причем такого сильного огня по нашим окопам еще ни разу не было. Где-то около часа они обстреливали наши позиции. И за это время было много убито и ранено. Помню, погиб пулеметный расчет, но особенно много было раненых. Потом атака. Пьяные эсэсовцы из дивизии «Норд» шли в полный рост на пролом. Бои шли по всему фронту до самого вечера. Кое-как атаку отбили, пулеметчики хорошо поработали. На второй день наш второй батальон отрезали от полка, и мы оказались в окружении. Что там творилось? Атаки шли одна за другой. В воздухе над высотами такой смрад стоял, что дышать нечем. Воняло тротилом, смешанным с пороховой гарью и трупным запахом. От этого всего в горле стояла горечь. И десять дней мы провели в окружении. Патронов почти нет, атаки отбивали в рукопашные. Подпустим к окопам метров на десять, выскакиваем, и тогда держись. Сколько там миру побили, и наших, и немцев. Раненые, кто полегче и ходить мог, ушли. Ночью какой-то корел местный увел. По ночам в окопах холодно, еды почти нет, так те, кто посмелее, лазили за окопы в немецких ранцах пошариться. Метрах пятидесяти их там много валялось. Да у них там тоже не густо, редко что пожрать найдешь. Так барахло разное. И почему-то от их вещей воняло не так, как от наших. Пересыпали что ли чем-то. Повезет, если галеты найдешь. Хлеб у них такой, с виду небольшая плитка, как печенек. Водой размочишь, набухает, как булка. Спасались паренной кониной. Там коней убитых много валялось. Выбираешь из портянки место, где почище. Оторвешь клочок, замотаешь в него кусок конины. Разгребем ямку в земле. Наложим туда. Зароешь ямку землей, а сверху костер. И часа через полтора готово. Еще сильно страдал без курева. Я же с детства пристрастился. А тут махорка закончилась. На шестые сутки с самолетов сбросили нам на парашютах патронов, гранат, еды немного. И в одном тюке письмо комбату нашли. Держитесь, помощь будет. Наши будут прорывать окружение. Тут мы ожили, надежда появилась. Патроны гранаты поделили. Сухарей по две штуки досталось. Сухари большие, в ладонь. Булку ржаного хлеба вдоль порежут на куски и сушат так, что не угрызешь. Так нам с голодухи эти сухари сладше конфет показались. Отломишь кусочек, в рот положишь и посасываешь, как конфету. Седьмого под утро пошел снежок, легкий такой, как пушок. Я с землянки вышел, все вокруг побелело. С утра атака по всему фронту. Сильный бой был. Немцы нас раз пять бомбили и артобстрел вели. Атака за атакой. Пустили в бой танки. Их, правда, было три, не больше. Их подбили почти сразу. Но немцы, прячась за ними, вплотную к нашим окопам подошли. С большими потерями тогда отбились. Вся позиция трупами была завалена. Пятая рота прикрывала нас с правого фланга. С фланга у них речушка была. Там пулеметный расчет стоял. И заслон на сопке до взвода. Но немцы ночью танки перетащили через ручей и ударили одновременно по флангу из фронта пятой роты. Танки ребята подбили. Но немцы зашли им во фланг. И к обеду им удалось ворваться в окопы роты. Бойцы стали отходить на нашу высотку. Человек сорок пять добрались до наших окопов. Но если бы не пулеметчики, всех бы немцы положили. А так они успели уйти. Зато пулеметчики оказались в окружении. Ребята еще долго секли немцев очередями. Потом затихло. К вечеру вся земля почернела от разрывов и гари. Снег сдуло. Картина жуткая. Все подходы к высотам, заваленные убитыми немцами, чадили два подбитых танка у оставленных позиций пятой роты. Еще один танк подбили метров за 200 от нас ребята из нашей первой роты. Он до окопов не дошел, метров 30. Там его и укокошили гранатами. На следующий день немцы отдыхали. Изредка били из минометов и артиллерии. А мы уже не в силах убирать убитых. Они валяются и в окопах, и на бруствере. Убиты везде. Кажется, что это место засеяно трупами. От двух батальонов нас осталось человек 120. Примечание. В ночь на 1 ноября 1941 года после трехчасовой артподготовки немецкие и финские части повели наступление, ударив стык 426 и 611 полков. Но все атаки были отбиты. К 5 ноября 1941 противнику превосходящими силами все-таки удалось окружить 426-й стрелковый полк, перерезав пути подвоза боеприпасов и продовольствия. Полк сражался в окружении до 9 ноября 1941 и вырвался из него, потеряв почти всю матчасть. Также в окружение попадал и штаб дивизии. Из записей начальника штаба дивизии подполковника Перкина. 16 октября 1941 года. Бои несколько затихли, противник поставленную задачу не выполнил. Весь наступательный порыв у него иссяк. Пленные показывают, что потери настолько велики, что вообразить нельзя. В ротах из 180 человек осталось максимум 50, а в большинстве случаев только 30. К концу ноября 1941 года в дивизии от 17 тысяч человек личного состава осталось в строю не более трех тысяч. Обескровленную дивизию вывели на переформирование. 9 числа немцы после артобстрела снова пошли в атаку, но было уже заметно, что и немцы выдыхаются. Две атаки за день, да и то не напористые, реденькими цепочками. А утром 10 ноября меня ранило осколком снаряда в правую руку. Я лежал и стрелял из винтовки, снаряд разорвался где-то сбоку, и меня словно обожгло чем-то выше локтя. Боли сразу не было, потом уже сильно зажгло. Гляжу, из рукава фуфайки кровь потекла. Фуфайку снял, смотрю, осколок пробил руку и засел глубоко. Кровь хлещет, рука сразу обвисла. Снял гимнастерку, ногой наступил на рукав, оторвал его, одной рукой кое-как вывернул. Внутри почище было и на рану намотал. Телогрейку одел в одну руку, с ремня под сумки выкинул, патронов там все равно не было, ремень на шею надел, руку вставил наперевес. Сержант какой-то подошел, мы уже там все перемешались, кто с какого батальона роты, никто не знал и не спрашивал. Иди к раненым в блиндаж. Беру винтовку и пошел. Траншея уже почти вся обвалилась, жерди поперек валяются. Много убитых, приваленных землей. Только рука или нога торчит снаружи. Добрался кое-как до блиндажа, он тоже почти весь разрушенный, лишь стоны из-под земли доносятся. Перед входом была площадка отрыта, так она вся доверху умершими завалена. Ни санитаров, никого не было. Заглянул в блиндаж, а там битком набито и стоны, стоны, стоны. Я с края у стенки присел, пригляделся, кто-то со стоном спрашивает. Браток, как там? Наших не видно, не прорываются на помощь. Добьет где-то артиллерия, бои кругом идут. Может, это пробиваются к нам. Скорей бы уже, а то мочи нет совсем. Санитары куда-то делись, мертвых не убирают. А у меня повязка вся кровью набухла. Кровь по телогрейке на колени капает, в голове гудит. На входе сумка валялась брезентовой с красным крестом. Я пошарил в ней, бинтов не оказалось, только кусачки какие-то, шприц и стекляшки от ампул раздавленные. А метров десять от блиндажа от вилка траншеи шла к западному склону высотки. И когда я шел в блиндаж, прямо на этой развилке заметил убитого. Убитых там много валялось, но на этого я обратил внимание потому, что он был обут в ботинке. Не новые. Каблук был стоптанный, видать, не новобранец. Срочник, наверное, потому что наши все в сапоге обуты. Дня два как убитый, землей засыпанный, но видно, что ему осколком ползатылка снесло. Я еще подумал, вот и дождалась мамка сына. Вспомнил, как моя мать плакала и обнимала меня, когда я с финской домой вернулся. Подошел, ботинок с него снял, шнурок сыромятный вынул, сунул в карман. Посмотрел, а он, оказывается, без портянки был, нога синяя. Я ему назад ботинок на ногу надел. Присел, повязку размотал, выкинул, а она вся как тряпка, мокрая от крови. Рука распухла, кровь идет, видать, глубоко залез осколок. Второй рукав оторвал от гимнастерки, сватника вата надергал, в середину напихал, с краю шнурок вставил в дырки от пуговиц, перевязал туго и сверху шнурком затянул, чтобы не разматывалось. Тут, помню, к стенке прислонился, кровь вроде перестала бежать, но от потери крови и от усталости поклонила в сон, и я задремал. К вечеру подошел комбат Строкин. Наш, Сибири, вместе в одном эшелоне приехали. От копоти весь черный, худой, тело грейка на нем вся в клочьях, и говорит. Получен приказ прорываться из окружения. У кого еще есть силы, попытайтесь, как стемнеет, небольшими группами прорваться к позициям 611-го полка. Может, и проскочите. Немцев там почти не осталось, всех перебили. Тяжело раненые, неходячие, спрашивают. А как же мы? Комбат отвечает. Мы останемся с вами и будем ждать помощи. Приказ касается только легко раненых. Примечание. Строкин Александр Афанасьевич, 1910 года рождения, прошел всю войну и остался жив. Был четыре раза ранен и награжден двумя орденами Отечественной войны и Красной звезды. В одном из наградных листов говорится. В боях против немецких захватчиков участвует с 10 августа 1941 года. 28 августа 1941 года в должности полноштаба 426-го полка с отрядом трехротного состава сбил боевое охранение финнов и занял второй рубеж их обороны, где в течение суток беспрерывно отражал контратаки противника. Когда наши части прорвали обороны немцев и фашисты стали отступать, организовал их преследование, в результате чего были захвачены трофеи, 16 орудий разных калибров и до 50 пулеметов. Истреблено свыше 200 немецких солдат и офицеров, захвачено в плен 7 человек, в том числе один капитан, командир батальона дивизии СС Норд. В октябре 1941 года, командуя 2-м батальоном 426-го полка, с группой из 15 человек прошел в тыл немецкой обороны на глубину до 30 километров и в районе деревни Окунево-Губа внезапным налетом уничтожил до 30 фашистов и без потерь с двумя пленными возвратился в полк. Как стемнело, нас человек 7 собралось и поползли в сторону ручья. За ним через полкилометра лесок начинался. Я с собой винтовку взял, хоть там и патронов три штуки, но бросать не стал. От наших позиций до ручья метров 700 не больше, в нем 10 минут ходьбы. Так мы этот участок всю ночь ползли. С нами раненый в ногу полз, боец нашей роты со смешной фамилией, я ее запомнил, Якуночкин. Так он метр проползет и начинает потихоньку стонать от боли. Ему пуля на вылет икру ниже колена пробила. Немцы то и дело ракету пускают, мы затихнем. В воронку заползем, отдохнем. Сил нет, все тащали от голода и снова потихоньку в сторону ручья. Немцы ракету пустят, немного постреляют. Как перестанут стрелять, мы прислушаемся, ползем дальше. А там вся земля разрывами исковерканная, воронка на воронке, убитые на каждом метре валяются, в иных местах целыми кучами. К середину ночи доползли к подбитому немецкому танку. Он метров четыреста от ручья стоял. Наши артиллеристы его на второй день окружения подбили. Рассвело, а мы как раз у ручья. Вдруг слышим, говорит кто-то. Глянули, а это пять немцев вдоль ручья идут с баками за спиной. За водой ходили. Мы залегли, не шевелимся. Это нас и спасло. Немцы подумали, убитые лежат. Там у воды их много валялось. Не доходя до нас метров триста, немцы повернули и пошли в сторону высот. Мы через ручей перебрались. Он неглубокий, по пояс не больше, но вода холодная, пришлось помогать друг другу. И по кустам уже пошли в полный рост. Никто нас не заметил, не обстреливал. Добрались до леса и только там сели передохнуть. Но мы же мокрые и долго не посидишь. Двинулись потихоньку дальше. Ближе к обеду солнце пригрело, обсохли немного. Но целый день проблудили по лесу. Идем шаг вперед два назад. Болото кругом, да еще этот раненый в ногу. Костыль ему из сучка сделали, но он сто шагов пройдет и падает, стонет от боли. К вечеру наткнулись на еще одну группу наших. Человек сорок пять с первого батальона, большинство раненых, и тоже второй день не могут выйти к нашим. Местность никто не знает. Кругом озера, болота, наобум не пройти, есть нечего, медикаментов нет. Там, где сухие проходы в нашу сторону, немцы или финны стоят, а по болотам дорог никто не знает. Был один местный корел среди нас, но ему не доверяли. Боялись, что заведет в болото или к своим финнов выведет. Силы на исходе, истощали все, двое раненых умерли. Мертвых там даже не закапывали. В тех местах мох густой, лопатой подрезаешь, поднимаешь, как одеяло, медальон снимешь и туда его. Многих мы тогда под мох пристроили. На привал присядем, кто к оружию уйдет от голода, кто мох. Потом плюнули, была не была, говорим Карелу, ладно, веди, выводи нас. Все равно или с голоду все передохнем, или от ран. Он отвечает, сидите здесь, никуда не уходите. Я проверю проход и вернусь за вами. Какой там уходите, сил уже никаких не осталось. Я винтовку проверил и к краю болотца. Там камыш густой. Думаю, если своих приведет, хоть какой-то шанс уйти будет. Часа через четыре он вернулся. Всего проход есть, двигаемся. Кое-как поднялись, один так и лежит. Умер. Мы его под мох схоронили и пошли. И к утру вышли аж на позиции 758-го полка, а он от нас был черт-те где. С окопов кричат. Стой, кто такие? Окруженцы с 426-го. У кого оружие, бросайте на землю. Я свою винтовку штыком в землю воткнул. Меня вместе с ранеными в Санбат отправили. Там рано обработали и перевязали. Пришел особист, проверил документы, и меня с группой раненых направили в Сегежский госпиталь. Госпиталь. Госпиталь раненых битком набита. Кровати в коридоре стоят и везде, где только можно поставить. Мне обработали рану, сделали перевязку и прописали постельный режим. Нашли место на полу в большом помещении. Там легко раненые лежали, матрас и одеяло постелили. Вот там я отоспался за все три месяца. Лечить, правда, не лечили. Там не до таких, как я было. Тяжелых битком, а медперсонала раз-два и обчелся. Доктор через три дня повязку снял. Хм, да на тебе как на собаке заживает. Рана затягивается, черви на ране. Это хорошо. Гляди, как облезали. Червей палочкой с рана сковырнул. На перевязку. Через три недели я оттуда выпросился. Рану затянуло пленкой синий. Рука болела еще, но терпимо. Госпиталь одели нас кое-как. Ватник дали. Кто-то на голову буденовку. И с группой выздоравливающих отвезли обратно в Лоухи. Разведрота Дивизию как раз вывели на отдых. Получали новое вооружение, прибывало пополнение. И меня зачислили в 758-й стрелковый полк. Привели в расположение полка, а там я встретил своих земляков. Пашку Решетову из Титовки и Федьку Кретова из Егорьевки. Письмо от жены пришло. Она его еще в сентябре отправляла. Пишет, что ребенок у нас будет. Степка стал председателем колхоза, а Демьяна с Федором забрали в армию. Причитал и на душе так приятно стало, как будто дома немного побывал. Особенно обрадовался, что ребенок родится. Все-таки кто-то останется от меня, если убьют. К концу декабря мы снова в окопах. Вернее, не в окопах, а землянках. В окопах только дозор. Зима, снег кругом, холодно. Немцы притихли, не стреляют. Иногда лишь по ночам ведут огонь из пулеметов по пристреленным местам для остраски. Воздух то и дело пускает осветительные ракеты. Побаивается нас. Палку сформировали из старичков лыжную разведывательно-диверсионную роту. Меня и Кретова зачислили в нее стрелками, а Решетова командиром отделения. Выдали нам автоматы ППШ, ножи, офицерам 18-зарядные пистолеты. Хорошо одели. Специальные ватные куртки с капюшоном. Брюки стеженные, ватные, с лямками на плечах почти по самую грудь, шапки, рукавицы с указательным пальцем, белые маск-халаты, валенки и лыжи с палками. В роте были свои радисты, подрывники и разведчики. Часто с ротой ходили и снайперы, но они охотились отдельно, а уходили и возвращались с нами. И жили они отдельно в своей землянке. В рейд, в тыл к фашистам, мы ходили по ночам. Вел роту проводник из местных карелов. Подходили тихо, всегда ночью или под утро. Разведка снимает часовых, завязываем короткий бой, подрываем технику, ГСМ и отходим к себе домой. Километров 25 за ночь отмотаешь, ноги пухли, как булки, болели страшно. Иногда ходили и дальше, на двое-трое суток. Ночевали под деревьями, но курить и жечь огни нам не разрешали. Как вернешься, сутки потом отсыпались, готовились к следующему рейду. Получали боеприпасы, продовольствие, снаяжали диски. Диск у ППШ на 72 патрона, пружину посильнее скручиваешь. Своих не вставляли, ни убитых, ни тем более раненых. Приказ командира. Не дай бог попадет в плен. Но трудно, очень трудно было отходить с убитыми и ранеными по снегу. За плечами вещмешок, без него нельзя. В нем патроны, жратва дня на три, а то и больше. Портянки запасные, гранаты, курева. Все это перематывали нижним бельем, чтобы не гремело. На шее автомат, на ремне нож и под сумок. Тут и одному-то тяжело идти по снегу. Так чего только не придумывали для транспортировки убитых и раненых. Складывали вместе две лыжи и сверху поперек клали палки. На них раненого или убитого. Но в основном таскать приходилось на себе. Небольшая группа, человека три, прикрывают после боя. Остальные отходят. Забирают все и бегом до саночников. В рейд с нами ходили саночники. В бою они не участвовали. Их и радисты оставляли километр за три до места боя. Часто метут метели. Они хорошо заметают наши следы. А если нет, потом свежие следы сразу видно и заблудиться. Отстать можно. Недели полторы заметны, а потом кругом уже все лыжами исчерчено. В лесу немцы не так опасны, как финны. Они часто уходят от боя, если видят большую группу. В основном перехватывают отставших одиночек или группу прикрытия с целью узнать наш маршрут. Бывало, встречали на нейтралке немецкую разведку. Метров 150-200 друг от друга. Мы не стреляли, и они не стреляют. Помашем друг друга автоматами и разойдемся. Не наша эта работа, пусть ими другие занимаются. Вот с финнами совсем другой разговор. Те намного опаснее. Прекрасно ориентируется на местности, знает почти все наши проходы и устраивает там небольшие засады. Укакошат человек пять и уходят. Охотятся, как твари на нас. Ходить на лыжах они большие мастера и, главное, очень злобные. Как-то двое нас отстали в пургу, попали им в плен. Так они их, как кабанов, разделали и для устрашения на деревьях по нашему маршруту развесили. Две мины подложили, но ребята разминировали, сняли их, с собой унесли и похоронили потом. Когда назад приходим, такая радость и усталость. Федор Кретов притащил себе и мне полушубки, белые, теплые. Как вернемся с рейда, куртки, стежинки, маск-халаты сразу сушить развесим. В полушубок завернешься, тепло сразу в сон клонит. Кормили хорошо, фронтовые сто граммов каждый день. Одиночный бой с группой немецкой разведки. В конце января пошли в очередной рейд. Ночью завязали бой и назад. Но роту уже до того измотали, что мы на ходу спали. Я шел замыкающим. Медленно двигал уставшими, опухшими от постоянных ночных рейдов ногами. Навалившаяся дремота склеила веки и погрузила в сон. Очнулся лишь, когда лыжи стали проваливаться в глубокий снег. Первое, что пришло в голову, сбился с лыжни. Огляделся, а вокруг никого. Группа ушла вперед. Встал на лыжню, прибавил ходу, кинулся догонять своих. Вижу, за кустами мелькнули белые халаты. Обрадовался, догнал. Но что-то не так. Почему идут навстречу мне? Остановился, пригляделся. Немцы. Быстро спрятался за сосну, присел, снял с плеча автомат, залег. Немцы, их было девять человек, видимо, рейдовая поисковая группа, шли лыжней, возвращаясь домой. Я надеялся, может, не заметили. Но они, сволочи, и заметили, и поняли, что я один. И стали рассыпаться. Главное, не дать им окружить себя, мелькнуло в голове. Прицелился, дал короткую очередь, один ткнулся носом в снег. Готов. Смотрю, залегли, гады. Расползаются, значит, будут пытаться взять живым. Но как раз перед этим они наших двух ребят на куски порезали. У меня два полных диска и граната. Думаю, хрен вам, но живым не дамся. Около получаса немцы пытались взять меня. Я еще троих подрезал, и только после этого они стали вести прицельный огонь на поражение. Вокруг сосны и по сторонам весь снег, как будто кто палкой исчертил. Когда осталось около двадцати патронов, я уже мысленно попрощался с родными. Добью последний, подпущу поближе и рвану гранатой себя и их. И вдруг справа и слева по немцам начали лупить из ППШ. У меня радостно кольнуло в сердце. Наши. Не бросили. Пришли на помощь. Оказалось, земляк Пашка Решетов с отделением подоспел на помощь. Всех немцев положили в два счета. Вроде ребята опытные. Пашка на меня матом. Гришка, твою мать, моли бога, что командир меня с группой отправил. А когда вернулись, он мне объяснил. Счастливый ты. Вообще-то у нас приказ был в бой не вступать. Если бы увидели, что нельзя помочь, тебя, дурака, должен был на шнайпер хлопнуть, чтобы ты им в плен не попал. Но я гляжу, немцев всего пятеро осталось. Четверых ты уделал. Молодец. Думаю, делов-то на две минуты. Еще своих успеем догнать. Но учти, если еще раз отстанешь, я тебя сам убью, дубина титовская. Но это он привеличил. Немцев упускать было нельзя. Сами бы потом не ушли, достали бы нас. У них же проводниками финны были. И где-то через час мы догнали роту и вместе со всеми благополучно вернулись в расположение полка. В феврале 1942 года об этом бое в дивизионной газете «Красный стрелок» вышел небольшой очерк. Политрук принес газету, ребят собрал в землянке, причитал, подает мне листок. Поздравляю, тебя представили к ордену Красной Звезды. Руку пожал. Награду, правда, так и не вручили. Но я и так был рад, что живой выскочил. Я уж попрощался со всеми. А в конце февраля Пашку ранило в ночном бою. Ранение ерундовое, осколком гранаты в левое плечо, но его отправили в Сегежский госпиталь. Больше мы не виделись. Примечания. По данным ОБД «Мемориал», пунктом взвода 253-го полка 45-й стрелковой дивизии Решетов Павел Филиппович, 1912 года рождения, погиб при освобождении Норвегии 22 октября 1944 года. Посмертно был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени. В боях за владение городом Киркинес старший сержант Решетов проявил мужество и отвагу. 22 ноября 1944 года в боях за населенный пункт Торнет, будучи командиром стрелкового взвода, первым поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов и стремительной атакой выбил противника с высоты, но при этом был смертельно ранен. Своими бесстрашными действиями товарищ Решетов способствовал успешному выполнению боевой задачи, за что и погиб смертью храбрых. А в середине марта в дивизии случился праздник. Наша дивизия стала 23-й гвардейской, а наш 758-й полк стал 65-м гвардейским. Разведка боем Так по рейдам мы до марта ходили. А к концу марта командование нашей 14-й армии задумало провести весеннее наступление, и командир роты получил приказ. Утром 23 марта провести разведку боем в направлении Лохевара. Усилили нашу роту двумя стрелковыми взводами. Планировалось, что мы должны тихо подойти к немецким окопам и по сигналу ракеты начать атаку. Помню, сержант, командир отделения объявил. Все документы сдать старшине. Весь мешки оставить в землянках, двигаться быстро и как можно тише. Такой приказ командира роты. Еще затемно нас вывели из землянок в окопы. Федя Кретов стоял рядом со мной, курил и смотрел на немецкие позиции, повернулся ко мне и говорит. Гриша, слышишь, как тихо? Нам здесь всем сейчас хана будет, когда пойдем через нейтралку. Нас, блядь, за 10 километров будет слышно. Че они там все поухуели? Ну, убой нас гонят, как быков. Гришка, давай рядом держаться. Если что, не бросаем друг дружку. Прикрываем и вытаскиваем при ранении. Ладно, Федор, ты слева от меня держись. Как только начало светать, мы вышли из окопов и начали двигаться в сторону немецких позиций. Шли цепью двумя рядами на расстоянии пяти шагов. Но снег уже начал подтаивать и покрылся коркой. Вокруг стояла тишина и только хруст снега под валенками и наше хриплое дыхание, действительно напоминавшее звук стада быков, бегущих зимой к корыту с водой. Прав оказался Федор насчет быков. До немецких окопов мы не дошли всего ничего, метров сто. Как вдруг ударил немецкий пулемет, и тут же вся немецкая барона на нашем участке ощетинилась огнем. Мы залегли. Взлетела ракета к атаке, но роту уже стали просто выбивать из пулеметов и минометов. Мы начали отстреливаться, но толку было мало. У немцев это место оказалось отлично пристрелено. В окопе там легче, к стенке прижался и молись. Здесь же как на ладони, и в снег не зароешься, мина или пуля обязательно найдет. Сразу же взлетела ракета на отход, но рота уже не могла отойти, нас просто прижали огнем. Кругом разрывы мин, и сверху на голову сыпались комья снега и земли в перемешку с частями человеческих тел. В воздухе пахло тротилом и свежей кровью, кругом хрипы, стоны и крики. Отстреливаясь, я пополз в сторону Кретову, и последнее, что помню, как меня от земли как пушинку оторвало и воздух метра на полтора подкинуло и об землю как хряснуло. Очнулся лишь, когда Федор меня в наш окоп затаскивал. Оказывается, он подполз ко мне, послушал, сердце бьется, свой ремень расстегнул, под мой подсунул и ползком в наш окоп и вытащил. Подошли санитары, чтобы меня в санбат унести, а Федя на них матом. Ползите, бляди, тех вытаскивайте. Вон там их много, слышите, кричат, а этого я и сам до санбата дотащу. Когда он мне в санбат документы и вещи мои принес, то рассказал, что всех побили. Из всей роты, из 150 ребят, к нашим окопам вышло только четверо. Раненые все там поумирали, кровью изошли, замерзли. Долго кричали, на помощь звали, но огонь такой сильный был, что никто не рискнул ползти, вытаскивать. А я легко отделался. Мне досталось несколько осколков от мины и контузии третьей степени. Один осколок в стопу левой ноги попал, другой в руку, а еще три маленьких в затылок, в основании черепа застряли. Госпиталь. Четыре месяца я по госпиталям мотался. Первые недели плохо помню, поскольку в основном без сознания был. Помню, в Северском госпитале лежал, в Колпашово, потом поездом в Сибирь повезли и долечивался уже в Новосибирске. И везде одинаково, осколки никто не вытащил. Нога зажила настолько, что наступать мог, но голова постоянно болела и кружилась. В конце июня на врачебной комиссии мне вынесли приговор. К воинской службе негоден, инвалид второй группы. Стал домой собираться, а у меня ни вещей, ни денежной книжки. На все один ответ. С тобой ничего не было, только красноармейская книжка. В конце концов выдали какое-то рванье, ботинки старые, посадили на поезд и отправили домой. Возвращение с фронта Вернулся домой, а там вообще голод. Ни спичек, ни бумаги, ни соли. В деревне одни бабы, ребятишки и старики. Всех на фронт вымели, подчистую. Съездил в районную больницу, а там никого. Всех медиков на фронт мобилизовали. Постоял, потоптался, а санитарка мне и говорит. Езжай домой, какое тебе тут лечение? Отлеживайся, если совсем плохо станет, в рубцовку езжай. А здесь врачей нет. В первое время к работе меня не привлекали. Но потом в уборочную пришел бригадир Мишка Драгунов и попросил поработать на конях. Я сразу согласился. Все-таки при деле, да и на людях. Но голова продолжала болеть, особенно когда погода менялась. В иные моменты хоть на стенку лезь. И сознание вышибало на раз. Только через год чуть получше стало. Но я тогда большую глупость сделал. Курить тянуло страшно. Табаку полно, слава богу, сами выращивали. А вот спичек и бумаги нет. Я подумал, зачем мне эти бумаги с госпиталя? Больницы нет. Я работаю. Искурил их. А в октябре 43-го меня еще раз призвали в армию. Собрали в Егорьевском военкомате человек 40. Одни пацаны и нас пятеро подранков. Ребятишки молодые, кому еще не было 18-ти, приписали себе года. Тогда ведь как было? Пришла в военкомат заявка на 50 человек. И ты должен призвать 50. Не хватит, сам пойдешь. Вот военкоматовские и собирали всех подряд. В Егорьевке медкомиссии не было. А в Рубцовке только поверхностно осмотрели и отправили до Барнаула. Там на сборном пункте уже настоящая медкомиссия пошла. Меня сразу же забраковали и на рентген. А далее со снимком главному врачу. Доктор снимок посмотрел, книжку мою красноармейскую и спрашивает. Почему ты не оформил инвалидность? Где документы, которые в госпитале дали? Скурил. Он засмеялся так беззлобно и говорит. Лучше бы свои мозги скурил. Похоже, тебе и хорошо тряхнуло. Теперь так и будешь мыкаться. Сидел бы сейчас на инвалидности дома, никто бы тебя не дергал. Негоден ты по состоянию здоровья. Езжай домой. А в апреле 1944 года меня опять призвали. Тут барнаульский главврач уже благим матом орал. Да что они там, бляди, ваши Егорьевки, вообще отупели? У меня больше дел нет, как с их инвалидами разбираться. Я же написал в красноармейской книжке, что негоден по состоянию инвалидности второй группы. Взял он красный карандаш и приписал в особых отметках негоден к службе черепно-мозговая травма в результате осколочных ранений и контузий третьей степени. Вот после этого меня вообще никто никуда не вызывал. Списали. Но много, думаете, мужиков из деревни в то время инвалидность пооформляли. Кто побывал в этом аду, и так был рад, что жив остался, хоть и искалечили. После войны можно было оформить, но красноармейскую книжку мне заменили в Егорьевском военкомате. Она вся у меня истрепанная, исписанная была. А в военный билет записи из госпиталя и барнаульской комиссии не перенесли. Написал в Ленинград, но там копии не нашли. На этом все и закончилось. В 1964 году нас передали Рубцовскому военкомату, где мне выдали новый военный билет. Там вообще все запутали и писали с потолка, наверное. До 60 лет я работал. Поначалу в сельпо, на парной бричке ездил за водкой в Змейногорск. Три дня туда, три назад. Сдам на склад. Один день дома и снова в путь. Летом ночевал в поле. Травы на кашу коням и себе на постель. Тишина. Так хорошо спалось мне. Потом, когда уже здоровье подправилось, перешел в колхоз, где отработал 32 года. Когда вышел на пенсию, наградили медалью ветеран труда. Первые и последующие послевоенные годы. Нас в Боцуновых пятеро воевало. Демьян всю войну прошел в первом дивизионе 103-й гаубичной артиллерийской бригады. Воевал тракторным механиком. Гвардии младший сержант награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями. Одна из них за боевые заслуги. Андрей, сын его, погиб в Белоруссии в ноябре 43-го. После училища даже месяца не провоевал. Парнишкой был совсем. Примечание. По данным АБД «Мемориал», командир отделения 711-го стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии младший сержант Боцунов Андрей Демьянович 1925-го года рождения, погиб в бою 28 ноября 1943-го года и похоронен в братской могиле в деревне Петрики Дубровенского района Витебской области. Брат Степан воевал помощником командира взвода 1087-го стрелкового полка и пропал без вести в сентябре 1943-го года. У меня довоенная фотография осталась, на которой он с младшим братом жены Павлом Чуйко. Павел в войну стал офицером-артиллеристом, достойно воевал, был награжден тремя орденами Красной Звезды. На фотографии брат Степан с Шурином Павлом Чуйко 1938-й год. А Федор воевал помощником командира технического возвода 177-й танковой бригады и в марте 1943-го под Харьковом попал в плен. Фронтовики, которые на передовой побывали, не станут осуждать тех, кто в плен угодил или без вести пропал. Там всякое могло быть. В мае 1945-го Федора наши освободили в Австрии, но через 4 года его осудили на 10 лет поселения. Тут ударило и по нам. Тогда только трубили, что родственники не в ответе за родню. Демьян-то похитрее был, к тому же партийный, его и не трогали. Зато меня по отделам прямо затаскали, допрашивали. Жена Федора, Марфа одна осталась. Я как мог помогал ей с ребятишками. Да еще у Степана трое детей осталось. Дровишек на зиму, сена, солому для коровы возил. Кто им еще привезет? Народ же у нас, сами знаете, разный. Доносили друг на друга. Слухи распускали по деревне, что я с фронта сбежал. Самое обидное, что злословили и доносили те, кто хомуты в тылу шил, да на складах пристроились. У каждого на груди по две-три медали, а немцев даже в глаза не видели. Но не отказываться же мне от родных братьев и их семей. Помню, жена родила, и я за конем пошел, чтобы до дому с ребенком довезти. Так бригадир, сволочь, коня не дал. Врагам народа, предателям и их пособников коней не даем. Пришлось пять километров по снегу пешком с детем и женой идти. Метель была, снял я шубейку с себя, завернул сына и почти бегом под ветер домой. Ничего, вырос сын, Сашкой назвали. Но многие потом прямо говорили, «Жди, ты следующий за братом». На фотографии. Брат Федор с женой Марфой и младшей дочерью Любой. 1973 год. После смерти Сталина стало полегче, но все равно доносили. Только арестовали уже мало. Федора оправдали и освободили из Норильска в 1959 году. На Степана жена нашла документы. Погиб он под Карачевым. Она в Казахстан уехала, а там через местный военкомат все бумаги нашли. Ей там квартиру дали и пенсию за мужа. У меня же первый осколок из ноги вытащили только в 1969 году. Он был размером с семечку. Второй из руки достали тоже в нашей Новоегорьевской больнице в 1972 году. Он оказался крупнее, размером с двухкопеечную монету. Хирург Нагорный оперировал. В районной газете потом об этом писали. Голову же он советовал не трогать. Заросли они в кости, пусть сидят. При операции может кровоизлияние произойти и летальный исход. Потом директор Титовской средней школы Гулидов попросил эти осколки для школьного музея и я их отдал. Награды. Первую свою награду я получил только к 20-летию победы. Затем медали юбилейные каждый раз вручали. Перед 40-летием победы собрали нас фронтовиков в Рубцовском военкомате. Молодой полковник карточку мою учетную взял, военный билет посмотрел и говорит «Я сам ознакомился с вашим личным делом». «Кто же так вам военный билет переписал?» Отвечаю ему «Да у вас в военкомате в 1964 году и переписали, когда на новой меняли». «У вас, — говорит, — Григорий Петрович, две войны за плечами. С 1941 года фронт больше полугода на передовой. Такие тяжелые ранения, контузия и нет боевых наград. Ведь была директива в 1945 году о награждении орденом Красной Звезды тех, кто в бою получил тяжелые ранения. Странно, почему военкомат вас не представил». Я ему говорю «Меня и на фронте в феврале 1942 представляли Красной Звезде, но так и не дали». Он отвечает «Могли не утвердить или просто наградной лист затерялся. Мы сделаем запрос. Вам по ранениям и по сроку пребывания на передовой орден Отечественной войны полагается». Так вот, военкомат представил к награде за храбрость и мужество, проявленное при защите Отечества, и в 1985 и 1986 году мне вручили сразу два ордена. На торжественной церемонии военком сказал «Поздравляю вас, Григорий Петрович, и прошу прощения за наши ошибки. Их надо исправлять. И лучше поздно, чем никогда». Послесловие со своей женой Григорий Петрович вырастил восемь детей, четыре сына и четыре дочери. Наталья Сергеевна была награждена медалью «Ветеран труда» и двумя орденами материнской славы второй и третьей степени. Дети нашли свою дорогу в жизни, все сыновья честно отслужили в советской армии. На сегодняшний день у Григория Петровича 17 внуков и 16 правнуков. Сам же Григорий Петрович скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг 23 июня 1990 года. Как сказал врач, сошел с места осколок. Воспоминания записал и любезно предоставил для публикации на сайте «Я помню» младший сын ветерана Александр Григорьевич. Литературная обработка Николая Чабану. Конец интервью. Читал Олег Лобанов.